друзья всем привет с вами тамара и вы на моем канале цветы у тамары сегодня мы с вами поговорим о таком красивом растение как бегония это бегония вечно светущая сорт f1 королева с такими вот беломахровыми цветочками очень красивыми но к сожалению цветки держатся недолго где-то неделю и наконец-то у меня получилось получить удалось получить такой пышный кустик и я думаю что обе цветение будет обильным растение тропическое поэтому любит повышенную влажность но лучше конечно использовать увлажнитель опрыскивать это растение не рекомендуют температура для этого растения должна быть где-то зимой не меньше 16 а летом 2025 и любит свежий воздух приток свежего воздуха воздуха сквозняки не любит субстрат всегда должен быть немножко важным увлажненным и поливать нужно по мере необходимости проверять субстрат пальцем стоит полить или не стоит я проверяю пальцем освещение освещение для этого растения должно быть обильным обильный рассеянный солнечный свет и для того чтобы растение цвело необходимо 15 15-часовой 15-часовое освещение поэтому зимой нужно использовать подсветку цветение обильное бывает с весны по осень где-то до октября месяца но растение как бы вечно цветущие цветет и зимой но только вот у меня одиночными цветками она свела обильного цветения не было но сегодня я собираюсь посадить размножить это растение семенами не это именно растение а другой сорт бегонии декоративной бегонии вечно цветущей размножается эта бегония и черенками очень хорошо можно сразу черенки в грунт сажать можно укоренять в воде в общем прекрасно укореняется и там и там вот у меня в таком стаканчике вы видите уже не хватает питания листочки побледнели по сравнению с материнским растением видите какие сочные листья у материнского куста а вот уже у детки листья побледнее поэтому это растение уже нужно пересадить в новый горшочек для того чтобы было больше питания горшки используют не очень глубокие так как корневая система у этих бегоний не очень большая и мне кажется нет не кажется я думала ты бегу не собирается цвести нет это такой листочек будто бы цветочек размножается черенками размножается семенами вот эти два сеянцы у меня бегоне император f1 но только красного цвета пассив проводила где-то феврале месяце вроде точно уже не помню вот упаковки было 10 штук из десяти штука зашли 31 сенец погиб у меня остались два ну а вот такую бегонию королева f1 розовая это значит мне почти такая же но не знаю может это у меня не королева f1 друзья ну кому известен название сорта конечно же буду ждать вот это f1 королева розовая вот это я сегодня буду тоже сеять семенами две упаковочки буду сеять размножать бегонию семенами размножается очень просто я сам пассив не буду вам показывать очень просто контейнер заполняем субстратом субстрат у меня торф акробат спирлита подписала дату посева дренажное отверстие есть дренаж не использую вот у меня с этой стороны будет бегония император от этой стороны бегония королева розовая f1 субстратами уже увлажненные но после того как расположим семена на субстрате нужно хорошенечко опрыснуть потому что семена находятся в гранулах чтобы гранулы растворились и семена могли взойти а потом уже закроем крышечкой и под подсветку я ставлю и где-то через две недели семена должны взойти если они схожие и все ничего здесь трудного друзья нет поэтому я сам посев не буду снимать давайте еще полюбуемся этой красоточкой очень красивые листья такие вот темно-зеленого коричнево-зеленого цвета конечно же нужно этот кустик формировать потому что может быть высоту она вырастать где-то до метра нужно подвергать обрезки обрезки и пересаживать растение нужно ежегодно очень хорошо что это растение уже на первый год же начинает свистеть вот это я этот кустик я укореняла не кустик а череночек укореняла где-то наверное в октябре и вот уже такого такого размера вырос косты и начал цвести очень я довольна этим растением неприхотливое неприхотливое растение друзья на сегодня у меня будет все друзья всем самого хорошего доброго до свидания